Всем привет! Друзья мои, вижу-вижу, некоторых уже тут. Ну чего, сейчас подождем, пока немножко народ подтянется еще и сообщу несколько событий. Я очень давно не выходил уже в эфир на фейсбуке, что-то приспособился, я больше вещаю напрямую в инстаграме. И там и эфиры сохранять можно прямо на телефон, и соединение быстрее, и народ больше как-то так оперативней тусит. Инстаграм сообщает более быстро, поэтому в принципе последние эфиры, то есть и чаще всего я сейчас эфиры я веду в инстаграм. Жалко одно только, что они не сохраняются прямо на хостинге самого инстаграма, то есть они сохраняются только на телефонах. Приходится потом перезаливать через ютуб на лайв-канале, как правило, на своем я эти видео потом выгружаю. Вот на фейсбуке, конечно, мальца получше, потому что там все это сохранится, и можно не сохранять себе ни в телефон, никуда оно так и останется. Привет-привет, друзья Ивановские, все, кого вижу, все, здорово. Все, в течение всего эфира принимаю поздравления. Мне сегодня стукнуло 42 годика, в связи с чем я разродился очередным кухонно-философским постом во всех социальных сетях, где выразил свою такую сентенцию по отношению к текущему миру и смыслу жизни, что называется. И решил сегодня, несмотря на то, что проект корректура, фигура дура и все такое, видите, какое непотребство. Я сейчас буду есть за завтраком, меня поздравили мои родные. Да и это не одна штука, я уже, скажу вам честно, сожрал таких уже две сегодня с утра, и это третья. Но все равно, несмотря на то, что это выглядит вот так вот просто офигенско, но все равно диетическо. То есть это из цельнозерновой муки, но вкусно реально, все равно все сладкое, вообще там внутри джем, офигенная штука. Вот. А теперь к ряду событий, которые прошли за последнее время в Иваново. И боевой Ивановский мир за последние несколько дней чрезвычайно казался богат и насыщен разными событиями. Вот. Дело в том, что с какого там, с 27-го, по-моему, или 28-го, я уже не помню точно, марта, то есть в прошлом месяце, в Иваново начался, он уже закончился, но он тогда начался, семинар легенды мирового карате, профессора Ильи Смьорги, 10-й Дан, основатель стиля Фудокан, человек, который бил японцев, и почем зря, и давал просораться им по полной программе, вот, и который является моим учителем в карате. Ой, главный, основной, единственный, значит, учитель настоящий в карате. Вот. И прошел тут, значит, проходили этот сам семинар, он был предатестационный, потом сдавали люди на дан, ну, то есть был дан тест, сдавали на первые, вторые данные, сдавали также, на третьи, по-моему, никого не было, потом сдавали на четвертый, на пятый, на шестой и на седьмой. Я сдавал на пятый дан, сдал на пятый дан, сделал себе классный подарок ко дню рождения, вот, Рудольф Григорян, значит, ученик мой, один из самых первых учеников, но который уже развивает всю федерацию на протяжении долгих лет в Иваново, сдавал на шестой дан, сдал благополучно. Парень Олексин Олег из Адыгеи, ну, не из Адыгеи, из Алтая, с Алтайского края, президент Алтайской Федерации, из города Горно-Алтайск, сдал на седьмой дан, Павел Горшков, тоже один из первых моих учеников, сдал на четвертый дан, и их ученики уже, вот, значит, Рудольф Григоряна и Паша Горшкова, сдавали на первые-вторые данные, многие сдали, значит, экзамен этот замечательный, поэтому черных поясов, ну, не прибыло, они уже были все черные, кроме тех, кто на первые сдавал, то есть, прибыло и черных поясов, а черные пояса повысили свою квалификацию, что называется, вот. После этого сразу же, значит, с первого, с первого и второго апреля, можно я куснул, ладно? М-м-м, вкуснотень! Первого и второго апреля прошел в Иваново, они прошли, можно сказать, так, самое первенство и чемпионат России по традиционному фудокан карате дор. В первый день были отборочные, в основном соревновались дети, потому что их довольно много, ну, как довольно много, конечно, много, некоторые команды привезли по 40 человек соревноваться, понимаете, обалдеть можно, да? Вот, Нижний Новгород там вообще привез, не 50 ли человек, вот. Да, и, значит, короче говоря, второй день были финалы. Я тоже поучаствовал в соревнованиях, выступил в разделе ката, стал в своей возрастной категории чемпионом России и с удовольствием бы посоревновался бы не в какой-то категории, а вообще в абсолютной категории, просто такого не было, разделили по категориям, вот, по возрастным, и вот так вот это получилось. Но я думаю, что достойно бы удалось бы выступить и вообще, в общем, абсолютно зачете, и было бы просто шикарно. Ну, может, так и будет. И теперь я получил путевку на чемпионат мира, который будет осенью, в конце осени этого года, в Румынии, в Кунидоре. Надо будет готовиться и ехать. Вот. Так что усугубил подарок свой. Было прекрасно и приятно встретиться со своими коллегами, с которыми начинал когда-то заниматься, и которых раскидала потом нас, собственно говоря, там жизнь по разным окраинам. В России приезжал вот Женя Кульбанский, вот из Москвы. Мы все в одной секции, в одно время сам занимались и соревновались. Кстати, он тоже в своей возрастной категории, мы с ним на год разминулись, занял первое место тоже в категории ката. То есть, видите, бывшие одноклубники держат марку по полной программе, что называется. Вот. Да. И только-только проводили сенсея, значит, как начался семинар, который организовала Академия боевых искусств Будо-сан, который, опять же, руководит Григориан Рудольф, семинар главного тренера сборной России по ММА Капшая Геннадия Палыча. Это событие освещалось тут даже по телевидению, да, по Ивановскому, по-нашему, и думал, что может и не только по Ивановскому телевидению будет освещаться все это дело. Вот. Семинар вообще крутой. Мне понравилось. Мне понравился человек очень такой доступный, простой, вообще не пытается ничего из себя изобразить, не пытается казаться. Он является действительно крутым мастером, потому что под его руководством выращена команда, которая просто порвала всех на чемпионате мира. все, то есть российская команда, и по словам специалистов, даже одиннадцатый состав нашей сборной России, ну, уже несколько составов, если поедет на какие-то мировые соревнования, то покажет там суперкласс и даст хорошенько просраться всем. Понимаете, на какой уровень? Что же говорить о первом составе, да? Вот, где самые топовые, самые лучшие бойцы. Ну, вот сейчас я на этом семинаре, значит, участвую, как участник семинара, и не только. Также я являюсь соведущим этого семинара в рамках аспектов, касающихся спортивной физиологии и профилактики спортивного травматизма в ММА, прежде всего, профилактики травм ударных поверхностей. И большой раздел, вчера вот был посвящен, вчера был мастер-класс по снарядной подготовке, по постановке мощного пробивного удара кулаком. В том числе, кстати, с использованием макевары моей конструкции, камертон шива. Народ вообще в восторге, всем, ну, понравилось, интересно было, по крайней мере. Геннадий Павлович оценил тему высоко, макевару продвигать конструкции в ММА, как обязательный для подготовки снарядов, если это все дело понравится, потому что не единолично принимаются решения, нужно еще будет определенным образом доказать свою состоятельность, определить правильную методологию, донести еще до ряда людей необходимость и пользу этих вещей, вот. И тогда может все оказаться очень круто. Меня радует ММА именно тем, что, стоя у самых истоков развития ММА в России, можно продвигать серьезные наработки, методологии, уже проверенные временем, но которые не принимают другие виды спорта из-за своей косности, традиционности, ортодоксальности, потому что имеют свои глубокие наработки, от которых отказываться они не хотят. А боевые искусства – это одни из самых косных систем, которые только существуют, потому что это связано прежде всего с менталитетом людей, которые занимаются боевыми искусствами. Тут ничего не поделаешь, потому что это, как правило, всегда индивидуалисты, экстремалы. То есть люди, которые идут заниматься боевыми искусствами, они вот именно такие. И, конечно, у них есть определенный запрограммированный, как говорится, код в темпераменте, такой вот с легкой занощивостью. Но это не уйти от этого, это на самом деле неплохо. Это и позволяет людям в этом виде спорта становиться чемпионами благодаря таким самым качествам. Но чем эти качества нехороши, они не позволяют, они всегда во всем видят конкуренцию, всегда готовы всему противостоять. Это люди, которые постоянно ведут какую-то борьбу с чем-то, с кем-то, отстаивая свои позиции, они должны доминировать. И поэтому, если они занимают функционально, как функционеры высокие положения, они и за это положение, и за свои знания, за методики, они борются, вцепившись за это зубами. И когда система уже имеет укоренившуюся какую-то такую концепцию, то есть выстроенную иерархию высоких разрядов, функционеров и так далее, пробить туда что-то новое невозможно, потому что все, кто находится там уже наверху, они имеют свою точку зрения и готовы бороться за нее, грязя за зубами, потому что они привыкли бороться всю жизнь, мы же единоборцы все. Но когда стоишь у истоков новой системы, существует возможность внедрить в нее то, чего нет в других, потому что новая система должна отличаться. И новой методологической базой, и новыми снарядами, новой подготовкой, какими-то элементами, которые будут делать ее отличным от всего остального, и будут утверждать ее как самостоятельную совершенно систему, и продвигать именно аспекты уникальности, и помогать их развивать. А ММА это уже не совокупность всего, что только можно, когда пришли боевое самбо тайский бокс, классическая борьба, и все, намешали в одной, все, нет, все, это уже школа, все. Ребята, давайте не будем врать никому, это же реально школа со своей техникой, взятая из бокса техника трансформировалась, взятая из борьбы техника трансформировалась, в связи с тем, что ударка переходит в борьбу, а в борьбе, возможно, значит, ударка, в связи с тем, что руки голые практически, техника бокса претерпевает изменения, все, то есть это уже своя методологическая база, которая требует и определенной подготовки другой, начиная от функционала и заканчивая подготовки рук, и постановки другой удары, другой тактики ведения боя, и так далее. И вот быть у истоков этого всего я считаю просто счастьем, это интересно, есть возможности, огромные перспективы для работы, и это круто. И вот в связи с тем, что у меня сегодня 42 года, очередная как бы веха, и даже я не хочу считать, что это там экватор, и все, можно стартануть с этой площадки, и отбросить очередную ступень, не знаю, стартовая там отброшена была, когда было 20 лет, вторая ступень отброшена была, не знаю, там, когда, может, было 30, и сейчас есть шанс отбросить еще одну и стартануть очень-очень круто, быстро вперед вот в этой вот теме. Вот так, друзья мои, у кого есть по этому поводу какое-то свое мнение, кто готов поделиться своим опытом, впечатлениями, мыслями, обязательно оставляйте под этим видео комментарии, будет интересно почитать, обязательно отвечу на все, которые появятся, ну, если они будут интересны, если там, типа, как дела, то, знаете, how are you, I'm fine with you, да, все такое. Вот, а так, если будут интересны, обязательно подискутируем. Это видео я также выложу на лайв-чанел на ютубе, если мне удастся сохранить его правильно, я не сделаю, значит, ошибку при сохранении. Поэтому подписывайтесь на мои каналы на ютубе, на мой базовый канал, и также на канал лайв-чанел, в котором сохраняются вот такие вот прямые эфиры, зарисовки различные мобильные и так далее. Ну, вот так, друзья, всем вам желаю удачи, а, кстати, вот самое главное, чтобы не оказались обиженными те, кто там занимается традиционным каратэ и все такое прочее. Ребят, ММА не конкурент, ММА союзник, и база, и биомеханика, я совершенно в этом убежден, самая мощная и самая хорошо проработанная база биомеханики содержится именно в каратэ. И многие аспекты, большое количество аспектов, наряду с тем, что ММА берет руки из бокса, борьбу из самбо и так далее, многие аспекты работы руками и ногами, а также тактику перемещения, маневр, дриблинг, тайминг. ММА берет из каратэ, может быть, из каратэ берет. Посмотрите на Макгрегора того же. По своей динамике перемещения это типичный каратэ. Вот так вот, хотя у него техника рук больше на боксерскую похожа. Вот видите, вот эта вот интегрированность боевых систем друг друга позволяет ему являться супер топовым бойцом-ударником в ММА. Ну ладно, друзья, все. Всем вам всех благ и удачи. Мне тоже хочу пироженку съесть. Пока болтаю не могу, боюсь сейчас остынет чай совсем. Вот. Поэтому всем пока. Было приятно с вами увидеться. Салют.